друзья всем привет вы на канале деревенские будни сейчас будем пробиваться по этому бездорожью снегу навалило за ночь смотрим пройдем не пройдем нужно проехать срочно нам в город закупить некоторые материалы строй материалы для дома так что хочешь не хочешь а надо пробиваться будем пробиваться на жигуленки на заднем приводе со мной сидит главный помощник оператора слава на викторовна привет всем снимай дорогу будем ехать а че опять че я да не помошен вот смотрите ребята какая у нас тут дорога сейчас короче мне опять щас все трястись да ничё дороги нет едем вообще по снегу ладно вперед ты можно спуститься назад подняться в ту горку кто следит за нашими новостями тут знает какая у нас тут горка на увал ужасная в такие снега тут пробиваться вообще короче мы тут одни ездим до самого конца то редко кто сюда приезжает вот до сюда вон у нас сосед приезжает здесь тоже маяться вот только спуститься проще конечно в гору подняться едем на свой страх и риск ну что делать мы уже так 18 лет здесь ездим по таким дурак и так заехали мы в монетку вот у нас такой магазин монетка есть света сейчас забежала хлеба возьмет и поедем дальше каша конечно везде вообще снег такой рыхлый я не знаю как мы сейчас будем в гору подниматься в общем а мы зачем города ездили мы ездили за тем чтобы купить пеноплекс вот сейчас вот за моей спиной 8 листов пеноплекса купили надо утеплять часть стены дома в общем там стена потеклась и кто наблюдал наверно видел может кто-то ничего не сказал кто-то видел это в кадр попадала вот в общем надо утеплить сейчас будет все это дело мониторил я youtube тоже смотрел за и против пеноплекса там вата в общем туда-сюда я одно понял что пока на своей здесь на своем опыте не испытаешь это то много разных отзывов негативных позитивных все друг друга там да вы неправильно да вы не то эти на тех в общем посмотрела посмотрел я думаю короче лучше сам сделал свои ошибки если допускаю на своих ошибках буду учиться наверное так будет надежно хотя не хочется учиться но хочется на чужих ошибках учиться но видимо получается что на своих приходится учиться вот ну баллон пены купил еще за дно баллон пену такой вот пин титан пена профессионально 65 литров я и пользуюсь часто такой пены мне нравится и коробку саморезов за одно сразу день и сейчас поедем домой будем подниматься в нашу гору гора конечно не знаю сейчас снег так мы поднимаемся по горочку уже восемнадцать лет на таком вот джигуленке как у нас сейчас ну заднеприводный конечно переднеприводом там вообще сложно подняться хорошо когда есть него или уазик там вообще замечательно проблем поднимаешься ну это мы так как можем из того исходим что имеем а купил еще перчатки две пары перчаток вот такие взяли пути уже все износились перчатки две пары перчатки не занимают Вот такая вот у нас дорожка, вот так вот нам приходится подниматься. Вот эту бурру. Сапаки бывают кусачи. Короче, кое-как мы выехали в эту гору, уже ничего не стал снимать. Под снегом-то лёд голимый, вообще голимый лёд. Особенно там, когда в поворот нужно заходить, вроде разгонишься и тут поворот на 90 градусов и никак, короче, не вылетишь. В общем, кое-как, короче, уже с нескольких попыток только выехал. Вот такие вот у нас здесь зимние дороги, подъездные пути. А вот сюда, к нашему дому, я один только езжу почти. Мало кто ездит вообще, ну так кто-то в гости приедет или ещё кто-то здесь с машинами, никого нет. И вот так вот каждую зиму мы здесь маемся, короче, с этими дорогами. Конечно, перенервничал весь с этими дорогами уже, потому что машина развёт уже, машину-то постоянно туда-сюда, туда-сюда. И вот зимой постоянно вот такая вот напряжёнка, весь напряжение на нервах, чтобы подняться, выйдешь, не выйдешь, выйдешь, не выйдешь. Вроде в город-то уедешь туда, нормально спустишься, всё, без проблем. А вот обратно сидишь и думаешь, выйду или не выйду, выйду или не выйду. И вот это внутреннее напряжение постоянно, оно напрягает так. Ну в горку-то мы вылетели, с большого разгона, конечно. Там как раз дорога, трасса направо поворачивает, а здесь нужно прямо вылетать. Благо то, что прямо тоже в горку-то легче. Да и то там такая дорога, вот так вот всё, передняя подвеска вся вот так вот, короче, думал, ой, ужас. Тоже напряжение такое на неё, на подвеску-то, опять жид. В общем, вот, друзья, вот такая вот у нас история сегодня. Короче, вот заехали, я вот сейчас к дому подъехал, всё. Ну, не будем о грустном, нормально всё. Вот зашли в магазин, там взяли продуктов, немножко хлеба, да что-то заодно уж. Вот ты думаешь, думаю, продать бы вот здесь всё и уехать куда-нибудь по южнее, где всё-таки более-менее ровный участок. Ну, вот здесь у нас в местности, ну, не знаю, вряд ли кто-то будет покупать вот этот кусочек земли, потому что зимой здесь проблематичный подъезд, вообще проблемный подъезд. трактор проходит, но этот трактор, я не знаю, когда он тут пройдёт, это не знаю, сколько ещё пройдёт времени, чтобы он проехал, потому что здесь уже дороги чистят у нас уже в самую последнюю очередь почти. Перестепенные дороги, это как бы центральные дороги, все остальные, а здесь, что, к лесу-то тут кто поедет, кому это надо. Вот мы тоже уже сидели, думали, думаю, продать бы этот домик, вот эту землю всю продать и уехать куда-нибудь поюжнее где-нибудь, хотя бы вот опять же в Пермском крае, ну, на юг Пермского края, где всё-таки местность, здесь она более, более равнинная, ну, скажем так, холмистая, а не такая вот горная, как здесь, здесь вот эти вот горы, в общем, напрягает, особенно зимой. Летом-то без проблем, здесь наоборот, летом красота, чётко всё, а вся проблема это зимой, зима, особенно если она снежная зима, это вообще, то есть если морозная зима, в морозную зиму здесь вообще проблем никаких нет, потому что снежок, он такой хрупкий, и как бы машинка хорошо цепляется за дорогу, но когда вот такая вот погода, минус два-три, ещё идёт снег, ну, это всё, это ужас, ужас, либо надо покупать машину, либо УАЗик, либо Ниву покупать, ну, из отечественных, ну, слово купить, конечно, легко сказать купить, на что купить, поэтому мы уже вот ездим вот на таких, на самых худеньких машинках, самых дешёвых, потому что у нас приоритеты другие, и ценности у нас совершенно другие, не до машин вообще сейчас тут, вообще, короче. Ладно, спасибо, что вы досмотрели этот ролик до конца, потерпели это, ой, ладно, всё, что-то я сейчас приду в себя немножко, успокоюсь и займусь уже домашними делами. Ну, ладно, всем пока, берегите себя, своих близких, не расстраивайтесь и не переживайте из-за ваших дорог, если у вас тоже плохие дороги, и это всё переживаемо, это всё пройдёт, не всегда так будет, поэтому до следующих встреч в следующем видео, всего вам доброго, до свидания.